Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Разворот». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копейн. И сегодня у меня в гостях журналист, обозреватель, колумнист Мария Зандерс. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начнем мы с выборов в Рижскую Думу. Удивили результат? Удивила низкая явка, потому что я сам голосовал «да», ну то есть в среду и «да», в среду. Во время предварительного? Да-да-да, я так думал, о господи, если предварительно в 20 набирается, тогда будет высовка явка. И потом, когда узнал, что только 40, это да, это было такое, ну это удивило, да. А почему, кстати, на ваш взгляд, явка была столь невысокой? Ну, очень трудно сказать. Мы опять в ситуации, что в Латвии всегда дефицит хороших социологических исследований. Мы всякое исследуем, а вот действительно, почему люди не пошли, вот это было бы интересно узнать, потому что мы можем только спекулировать. И насчет ковида, это, конечно, мимо, потому что у нас никто не боится ковида. Мы же богом избранный народ, у нас это не касается. То есть погода, ну тоже, ну господи. Ну, есть эта версия насчет, сами, наверное, слышали, что электрод согласия как бы не пошел. Ну, русскоязычные не пошли, вот так говорят все партии, которые претендовали на голоса русскоязычных. Ну, черт его знает. Ну, это трудно сказать. Вот действительно, было бы интересно сделать нормальное социологическое исследование. Это, конечно, трудоемкое, но вот почему, вот если вы не пошли, вот почему вы не пошли? Но, тем не менее, ведь если рассматривать, кстати, русскоязычную часть латвийского общества, которое голосует за согласие и те партии, которые претендуют на голоса русскоязычных, то ведь, мне кажется, такой слом вот произошел, потому что был некий монолит, ну, по крайней мере, на русскоязычном поле. Это партия согласия. Был Нил Ушаков, к которому по-разному относились, но, тем не менее, он был самой популярной политической фигурой среди русскоязычной части электората. А потом все это закончилось. Вот это не могло повлиять? Ушаков поехал? Наверное, но это всегда беда, если какая-то партия строится очень персонализованная. Если так, наверное, русском неуклюже звучит, но строится под лидера. То есть, если лидер есть, тогда все в порядке. Это не наш феномен, это в других странах так было. И поэтому, может быть, действительно, в свое время это здорово работало, что, как думаем, Ушаков понимаем согласие и наоборот. А вот когда Ушакова как бы отошел, то да, действительно. Ну, этническое голосование, оно все-таки было, на ваш взгляд, на этих выборах? Вот это классическое разделение на русские партии, условно, и латышские партии? Вы знаете, вот тут надо тогда, всем, наверное, не очень-то интересовались по разным причинам партии прогрессивные, ну, потому что они все-таки долгое время были, ну, как бы... Маленьким. Маленьким, да. Но я так понимаю, что в случае этих товарищей без иронии. Тут как бы это деление как бы уже, ну, не то, что не существует, но оно меньше. Потому что, я так понимаю, что там такие молодые люди, для которых это, ну, не приоритет выяснять отношения. Ну, здесь интересный еще момент, на который я обратил внимание, может быть, вы с ним не согласитесь, но прошли от прогрессивных люди с русскими фамилиями. Потому что раньше в русских партиях условно вычеркивали часто латышские фамилии, в латышских русские фамилии. Вот с прогрессивными этого не случилось, потому что Анастасия Нинашева прошла, и Мирослав Кодис, и еще там ряд, если не ошибаюсь. Ну, Кодис, вообще-то, поляк, я сколько понимаю, ну, ладно. Да, ну, к русскоязычному относится, скорее, он в этом сегменте на ЛТВ себе работает. Я просто, окей, я, знаете, я сам из академической среды, поэтому не люблю, как бы, если не знаю, тогда, как бы, там, ну, не балуюсь с какими-то гипотезами. У меня 50 лет, я просто не знаю эту публику, ну, объективно. Ну, по-моему, да, вот действительно, у молодых людей эта проблема не стоит, в том смысле, что там русская, тем более, что, честно говоря, в Латвии это вообще как-то, ну, как фамилия звучит, это довольно... Ну, Иванов, условно говоря, четко считывается, там, или барсичный, или уже нет. Окей, окей, Иванов может быть. Ну, я к тому, что это товарищи, которые там, не знаю, 20, 30, 35, ну, я думаю, что для них это вообще... Они бы не поняли вообще, о чем суть, ну, о чем... Ну, то есть происходит этот перелом в этом смысле, потому что предыдущие выборы складывалось впечатление, голосовали именно так, условно говоря. Ну, трудно сказать, ну, понимаете, может быть, надо посмотреть, какие будут в 22-м году выборы на парламент, в парламент, потому что вот там и видно будет. Судить, исходя из одних выборов в Речку и Думу, это, ну, преждевременно. Потому что, ну, 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 черт его знает, потому что опять какой-то опыт других стран говорит, что вот если есть что-то постоянное и не исчезающее, то это вот это деление. Ну, где вообще какая-то двух, двух копий, ну, это... Двух общин. Двух общин, а общество и так далее, это очень трудно изживается. Проходят годы, многие годы. Ну, а что, на ваш взгляд, может дать партию согласия, учитывая, что Рига была для них такой базой на протяжении 10 лет, сейчас они это потеряли, судя по всему, будут в оппозиции еще и в столице, вот как это отразится на этой партии? Ну, не мне им давать советы, я просто думаю, что я больше знаю тех людей, которые работают в парламенте, я имею в виду согласия. Да, да. И опять там разные товарищи есть, но есть много абсолютно адекватных и так далее. И насколько я понимаю, что отношения между фракцией Саймена, Якоба и Ришкой, товарищами, которые в Ришкой экосистеме работают, ну, не всегда были самыми лучшими. То есть, может быть, для согласия это даже, как бы, такой хороший стимул, вот выяснить, ну, не публично, конечно, но выяснить отношения и понять, что вот, когда было все здорово в Риге, вот можно было так существовать, что мы на Якоба, а мы на Разном. Двух уровня. И потом, ну, Ришкой, я думаю, это было совсем другое. Но, как вы считаете, вот эта история с Ушаковым и созданием образа абсолютного лидера, то есть, она их подвела в конечном итоге? Я боюсь, что да, потому что при всех, ну, плюсах и всех талантах Ушакова, ну, вот так вот действительно получается. И это, я говорю, это не наша проблема, не только у нас, были и в других странах партии, которые строились сильно под лидер, и тогда, если лидер по каким-то причинам куда-то ушел или, не дай бог, еще как-то, то возникали проблемы. Ну, когда Ушаков выступил по поводу событий в Республике Беларусь, вообще фракция сделала одно заявление, потом Ушаков сделал. И насколько, на ваш взгляд, вот это, когда партии говорят о внешнеполитических событиях, может повлиять на голосование на внутреннем нашем электоральном поле? Отношение к тому, что происходит, скажем так. Ну, вы знаете, мне трудно судить, потому что те люди, которые голосуют за согласие, они, наверное, голосуют по другим каким-то причинам. Ну, не то, что сказал Ушаков насчет положения в Сирии, ну, я так балуюсь теперь, троллю немножко. А те, которые, как бы, ну, такие, ну, которые никогда не голосовали и не будут голосовать, им, в принципе, без разницы, о чем говорит Ушаков или согласие, потому что тут все понятно, что ничего хорошего не может. Ну, вспомните референдум о русском языке, Линдерман начинал эту историю, и тогда, в общем, там, ну, шло, ну, так, когда Ушаков включился и выступил, давайте, пойдем, пришло 250 тысяч человек. Ну, потому что это фильм Ушаков, как бы его не смотреть на него, он же фигура другого масштаба, поэтому… Да, но, тем не менее, значит, что он достаточно сильно влияет на электора. Да-да, не, я просто, я пытаюсь как-то увильнуть этот вопрос, потому что я не знаю, что он сказал насчет Беларуси. Ну, он как раз поддержал протестующих, что многие были восприняли как предательство Лукашенко, но у нас сложная электоральная история там. Что это такое с ним? Ну, не знаю тогда, не знаю, действительно, ну, потому что, в принципе, ну, насчет, кстати, насчет Лукашенко, говоря, как кто воспринимает, Я должен вас озадачить в том смысле, что и в сегментах на латышском соцсетях, там у Лукашенко тоже хватает сторонников. Но ведь это интересно еще в том смысле, что Латвия ведь всегда была достаточно сдержана в отношении Минска, и если мы сравниваем с Россией, где есть Путин, и Путин там в сегменте латышского твиттера, это практически абсолютное зло, то с Лукашенко всегда было соу-соу, как говорится. Ну, потому что, ну, как, потому что вообще какая-то, какая-то ностальгия или вообще какие-то симпатии насчет крепкого хозяйственника, это присутствует, я думаю, в Молдавии, не знаю, там. Постсоветское общество. Даже не только, но я думаю, что это вообще-то, и он, Лукашенко, создал себе такой имидж, я просто, у меня есть знакомые, которые были в Беларуси, всегда говорили, вот, знаете, вот чуть-чуть, как бы, напоминает Лембергс, извиняюсь за сравнение, в том смысле, а ты знаешь, что там улицы чистые и порядок, ну, насчет чего я не сомневаюсь, ну, как бы, вот такой аргумент, да. Ну, Лембергс 30 лет, да, если я не ошибаюсь, у Лукашенко всего 26, да. Ну, ладно, ну, я к тому, что вот этот какой-то такой сантимент насчет того, что есть хозяин, это и без каких-то коннотаций, там, хороших или плохих. Ну, просто у нас нравится, когда есть хозяин. Но мы, я сейчас говорю вообще о латвийском обществе в целом тяготеем к авторитарной модели, то есть мы готовы к демократии в том таком западном скандинавском понимании? Ну, это зависит от того, какая возрастная группа и какая все-таки профессиональная группа, потому что там какие-то обобщения очень трудно сделать. Другое дело, что, скажем, те товарищи, которые сами себя считают либералами или даже как бы левыми либералами, то есть как-то подразумевают, что они демократы в квадрате. Ну, как я смотрю, как в Америке левые либералы себя ведут, то у них тоже понимание насчет другого мнения, ну, не очень демократичное. То есть они тоже как бы вот так. Ну, это то, что в России называют либеральным фашизмом, когда ты не можешь... Да, я так понимаю, что это новая книга Пелевина об этом тоже, да, со всем, которая только выходит, да. Ну, вот это, кстати... Он прошелся по левым либералам. А в Латвии есть эта проблема? Потому что, ну, часто приходится с этим сталкиваться. Я думаю, потому что да, ну, как вам сказать, мы уже просто забыли о той истории, когда была кризис миграции, да. И все были против, и русские, и латыши, и русскоязычные. Ну, да, но я к чему, что если я против, может быть, я не прав, что я не против, но это не значит, что я там какой-то ур, или какой-то протофашист, или протонаций, да. Ну, это почему надо обзывать людей, которые против уже как бы там так. И, ну, вот такие вещи, ну, вот есть какое-то вот, ну, правильное мнение, как надо относиться к иммиграции, как надо относиться к меньшинствам, я имею в виду не этническим, а другим меньшинствам. То есть, получается, что мы заложники трендов в какой-то степени? Я думаю, что да, и потом попытайтесь как-то вот что-то бряхнуть насчет, ну, ладно, не будем. Да нет, можно, я в Фейсбуке периодически это делаю, на разные темы, мне интересна реакция общества. Окей. Ну, я к чему, я, потому что вот, ну, ладно, в Латвии, кстати, мы не дожили до такого маразма, как в Штатах, но это же надо дожить до того, что, скажем, профессору филологии говорят, что ты не можешь читать лекции об Тоне Моррисон, премии литературы в Нобелевской, потому что ты, как белый человек, не можешь понимать черного человека. Ну, а что это такое? Ну, это временная такая история, как мне считается. Ну, черт его знает, но боюсь, что нет, потому что это как бы этот мир такой сложный, такой хаотичный, и нам очень, у нас есть потребность как-то позиционироваться, ну, каждому, да, вот. Я вот такой, вот, я к такой группе принадлежу, вот это. Это борьба с глобализацией, что ли, получается? Я думаю, это скрытная, интуитивная противореакция, потому что вот, когда тебе говорят, что все глобализация, тогда ты думаешь, ну, нет, у меня есть какая-то моя комьюнити, да, которой я принадлежу. Ну, Кришнин Скаринш, ведь, реагируя на вот как раз это движение, он сказал о том, что Латвия может понять чернокожее население Америки, рассказал историю, что в 90-е годы на рижском центральном рынке его оскорбил пьяный русскоязычный. И тогда он сказал, что он почувствовал себя как раз как чернокожий. Это история, которая разошлась активно по интернету. И я понимаю, что, конечно, здесь можно спекулировать на национальном вопросе, мне просто здесь интересно другое. Это некая игра в то, что я с вами, или это искреннее ощущение того, что вот он почувствовал себя... Это Каринш говорил? Это Каринш сказал. Окей, он как товарищ из Америки, может быть, это истинно, потому что, ну, что-то его знает, может быть, он как-то лучше это чувствует. Я просто, ну, мне, ну, это, ну, академически некорректно вообще такие сравнения делать. Ну, это как-то странно. Ну, то есть, в следующий раз, когда будет, скажем, буддисты резать рухинджа в Бирме, да, тогда он тоже скажет, что он может их понять, потому что... Ну, это несравнимая как-то вещь. Ну, здесь, как мне кажется, два тренда сработали, потому что первый – это то, что происходит с чернокожим населением, второй – это то, что он, в общем-то, акцентировал внимательно на то, что его оскорбил выпивший русскоязычный на Рижском центральном базаре. В общем-то... Нет, ну, это здорово, что он засек так. То есть, я так понимаю, что его... Он говорил о советском времени, но это было уже после... Я так понимаю, что его никогда пьяный латыш не оскорбил, ну, понятно. Ну, вообще, вот эта игра... Повезло человеку. Насколько она допустима на политическом уровне, потому что все-таки премьер – это фигура, которая олицетворяет собой некую власть. И когда он акцентирует внимание на конкретной национальности, ну, в негативном ключе, вот насколько это допустимо? Ну, вы знаете, он вообще-то Каринч, он как личность, по-моему, довольно такая... Наверное, такая, получается, неправильный перевод, но он такой довольно светлый человек в этом смысле, что он, ну, такой... Не со зла, да? Не со зла. И поэтому я думаю, что, ну, во-первых, он тоже человек, который имеет право высказаться, да? Ну, конечно, вот тут есть этот вопрос, что вы задали, ну, какие там вообще... Он сколько должен, как бы, фильтровать, что он говорит. Но в этом я не вижу, если он так сказал, сказал. Просто, ну, не то, что вы... Я просто не знал этого выражения, этого высказывания. Мне просто, ну, это как бы... Ну, вы знаете, окей, я живу в центре, в этом смысле я, может быть, как-то в своем, в каком-то экосистеме тусуюсь. Но я к тому, что, если я начну считать, сколько раз в моей жизни меня обидел пьяный латыш или пьяный русскоязычный, но я как-то... Во-первых, я не вижу, честно говоря, смысла бы это делать, но я не уверен, что живя в центре, скажем, если бы, может быть, я живу в Пурстенце, это было по-другому. Ну, я думаю, что я, живя в центре, я больше пострадал от пьяных латышей. Здесь как раз... Ну, и что мне теперь делать? Вот как раз, поскольку эта история с Кареншем, она вызвала резонанс в русскоязычном сегменте, это понятно, то здесь интересно, многие задали вопрос, а если бы Нил Ушаков, будучи мэром, сказал что-то подобное про латыша, а какой бы была реакция, акцентировали бы на это внимание? А где, латышская публика или... Для латышской, со стороны латышской публики. То есть, насколько у нас, скажем так, одинаково относятся к хамству? То есть, если есть в этом некий, задействована некая национальность? О, хороший вопрос. Я не знаю, но я опять думаю, что это как в какой экосистеме, товарищи. Да, но никто Каренша из латышской интеллигенции не отдернул. Ну, если честно, ладно, я не в аудитории в том смысле, что я мало слежу за всем этим, но я даже не знал такого, честно говоря. Окей. Ну, потому что, нет, ну как, я думаю, что интерпретация была такая, что вот молодец, он как бы... То есть, акцент был на то, что он сказал, я так понимаю, что мы сочувствуем и понимаем страдания... Да, потому что мы пострадали от русских, вот этот пример. А вот это на насчет... Нет, я думаю, что акцент был на... для латышкой публики, это как бы первая часть предложения, а это сравнение, может быть, даже как-то само собой. Потому что это само собой, но мы же знаем, что мы пострадали от русских. Ну, то есть, это некий такой политический момент. Ну, нет, это даже не политический, это просто как бы докса, ну, по-философски говоря. Все знают, что товарищи, которые приехали после 40-го года, они все русские. Там не было ни татаринов, ни татаров, ни украинцев, ни молдав, ни латышей красных, ничего, там все были русские. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся Марис Андерс у нас в гостях сегодня, оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Разворот». Марис Андерс у нас сегодня в гостях. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копейн. Звоните нам в 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Ну, кстати, еще про Каринша. Он ведь сказал о том, что было бы правильно, чтобы партия, победившая на выборах, формировала коалицию в Рижской Думе. Теперь сразу вопрос. Почему, когда согласие побеждало на парламентских выборах, никто не говорил о том, что было бы правильно, чтобы они формировали? Ну, нет, ну, так, ну, как, они всегда сказали, что они, насколько я понимаю, что они готовы это делать, просто никто не хотел сдружить с ними. Поэтому в этом смысле это, как бы, такая, ну, патовая ситуация, что, как бы, да, он не побеждает, но они не в состоянии создавать коалицию. Поэтому, ну, что поделаешь, такая участь. Но, тем не менее, все-таки сразу возникает вопрос. Почему здесь еще, кстати, на экзит-пулах или до экзит-пулах, я не помню, когда он сказал, если АТС-ТППР победит, то, соответственно, они и должны формировать. Ну, ладно, слушайте, ну, кончайте. Ну, это, тут, если ты не можешь собрать 50, там, с копейками голосов, то ты можешь хоть победить с отрывом, но если у тебя самого нет 51, тогда ты должен собрать коалицию. Если не можешь, тогда нет разницы. А почему такое проклятие на партии согласия? Почему никто не хочет с этой партией что-то делать? Ну, и вечные вопросы понеслись. Ну, я не знаю. Ну, как вечные? Лет 10-15? Сколько? Я не знаю. Ну, потому что я просто помню еще, когда вся началась эта очень такая трагичная история насчет Крыма и Украины. Я думаю, что просто тут уже, как бы, никто не разобрал, что там, ну, я имею в виду из латышей, да, что сказал согласие на... Ну, как бы, у нас все было понятно, что происходит, а вот тут непонятно. И, понимаете, это уже, как бы, не такая, ну, такая абстрактная история, которая, там, длится, там, не знаю, 40-х годов, но это война. Ну, это 2014-е, да? Да-да, но я думаю, что это, как бы, вот так сильно подействовало, что, а, вот что можно ожидать. Вот, и поэтому какая-то такая пятая колонна, вот это, ну, это самое дебильное, что можно придумать вообще насчет, или любой партии, кстати. Вот это она как-то прилипла. Я думаю, что дебильное, что это, ну, исторически неправильное, ну, обозначение. Ну, а тем не менее, выгодно латвийским политикам, правящим латвийским политикам, ну, там, правительственной коалиции, вот это деление на, условно, своих и чужих, на вот эту пресловутую пятую колонну? Я думаю, что на самом деле нет, потому что и вообще, и никому это не выгодно. Но я не к тому, что, там, кот Леопольд, давайте жить дружно, ну, не можем жить дружно, не надо жить дружно, надо просто принимать вещи, какие они есть. Но я к тому, что, вот, если вообще такая есть, вот, другая информативная, может быть, вообще пространство и так далее, то ты просто, как политик или руководитель государства, ты на самом деле нифига не знаешь, что происходит. И не заинтересован в том, чтобы узнать? Я думаю, что даже заинтересован, но просто, вот, если, ну, вы понимаете, ну, вот, как вы себе представляете, они, он Каринч или, ну, вот что мы там прицепились к Каринчу? Ну, премьер-министр, можем Левица обсудить. Ну, да, да, окей, давайте Левица прицепиться. Он, ну, приедет, скажем, в какой-то Владгалию, в Далгопилс, да, и вот он будет с умным лицом. Вот, вот, скажите, горожане, что вас интересует? Ну, это же какое-то, тоже, какое-то... Просто, вот, по-моему, нету, нету такого, нету такого, такой вообще каких-то наук, навыков понять, интересоваться, что происходит в значительной части общества. Ты не должен любить эту часть, ну, с какой стати, но ты должен просто принять как данное, что, ну, что ты должен понимать, что там творится. Ну, вот, работа со СМИ, потому что после 2014 года русское вещание ЛТВ-7 расширили, ну, как расширили? Сделали несколько программ, этого, конечно, недостаточно для того, чтобы всерьез говорить о работе с аудиторией, которая, там, превышает, по разным данным, там, 30 или даже, там, почти достигает 40%. На мой взгляд, почему? Вот денег жалко или что? Ну, есть бюджет ЛТВ, он, если я не ошибаюсь, 23 миллиона, на русское вещание выделяют, там, 1500, насколько я помню. То есть, это очень маленькое число. И потом удивляются, что русскоязычная часть населения смотрит российские телеканалы, а она смотрит российские телеканалы. Ну, там, знаете, это будет политникорректно, это выражение, как там, слепой встретился с глухим, да? Ну, это же теперь в нынешнее время не политкорректно. Но я к тому, что просто эта дебата, она уже, а пусть тогда потребляют информацию на алтышкам. У нас на дворе 2020 год, да? Есть своя логика, но, опять, ну, вот, как бы, ты можешь хоть, ну, не знаю, лбом об стену, там, биться, но есть ли данная ситуация такая, что люди больше потребляют, ну, это аудитория потребляют на своем родном языке, ты должен просто эту данность принять и работать на ней. Ну, вот это как-то, а что у нас, давайте слушать на алтышкам. Ну, окей, государственный язык, все правильно. Ну, вот такая вот, я не знаю, я, может быть, немножко путанно выражаюсь, но я к тому, что вот есть какие-то, ну, как бы, теоретически правильные вещи, но ты должен просто считаться реальностью. Если, как бы, вот это, я помню, это давние-давние времена, очень давние времена, я, когда появился товарищ Вячеслав Домбровский, я ушоко мне говорил, что вот у Славы есть одно, ну, плохое качество. Если реальность не соответствует теории, значит, реальность неправильная. То есть, терапевт. Ну, окей, я просто, конечно, у меня нет записи этого разговора, но это, по-моему, это неправильно, но ты все-таки должен считаться о том, что есть. Ну, просто, мне кажется, здесь логичный вопрос, что, учитывая обилие российских телеканалов, русскоязычная часть будет смотреть российские телеканалы. С другой стороны, периодически мы слышим, в том числе от правительств или там отдельных его представителей, что вот проблема, они смотрят российские каналы, они, то есть, русскоязычная часть латвийского общества. И что делать? Ничего. То есть, дальше живем в этом ощущении, что? Ну, я не знаю. Но мне действительно трудно судить. Я просто, я знаю, это очень такой узкий вопрос, но я озвучу. В том смысле, что вот есть какая-то академическая комьюнити, которая, которая как бы занимается вообще там, ну, понимаете, вот в чем проблема? У нас получается так, что была оккупация в 1940 году, ну, как бы вообще такой бесспорный вопрос, и после оккупации появились русские. Ну, у меня отец, например, из староверов. Ну, я к чему, что вот и академическое сообщество, оно занимается исследованиями, которые вот здесь староверы, белая миграция и так далее. Это же куча интересных вопросов, которые, этот вопрос насчет идентичности и вообще какой-то принадлежности этой территории, он поворачивается в совсем другом угле. Но так как у нас и для науки нету средств, то все это как бы так, ну, такие какие-то маленькие какие-то работы, товарищи там занимаются, но вот, и это важно для всех, для латышей понять, что есть и часть, которая вообще, ну, уже корнями здесь живет. И, по-моему, это важно и для так называемых русскоязычных, потому что это тоже, что... Я понимаю, что у них, скажем, режет в ухо, что их там называют там оккупантами, потомками оккупантов и так далее. Но это всегда кончается каким-то маразмом, эта дискуссия. Но я к тому, что если ты понимаешь, что, скажем, вот были вот столько... Рига, она была как наравне с Прагой, скажем, или Софией, наравне с центром белой эмиграции, да. Это совсем другая история, это интересно просто, это просто интересно. А что, староверов тоже, да, очень интересно, потому что жить... Ну, не будем даваться этому. Но я к тому, что вот это такая беда, что вот это тоже информационное, но и вот это академическое или, скажем так, историческое, она тоже хромает у нас. Ну, на ваш взгляд, вот история с преамбулой Конституции, которая, опять же, здесь я могу очень субъективно высказать, потому что тоже исследований не проводилось, но, тем не менее, многие русскоязычные восприняли это, но очень болезненно, это конституция, учитывая, что там была прописана основная нация и все остальные. Все остальные это, соответственно, вот... Ну, тут, вы знаете, отношения даже неоднозначные и, скажем, в моем кругу знакомых, ну, большое непонимание насчет, как это все, а что такое, ну... Понимаете, вот, когда начинается вообще употребление терминов христианские ценности, как это теперь перевести, латвийский образ жизни, скорее, нет? Нет, понимаете, дзивизень – это даже, как бы, такое понятие, понимание мира или... Мировоззрение, это скорее всего, мировоззрение, да. Ну, что это значит? Ну, почему надо... Я не знаю, что такое русское мировоззрение. Я тоже не знаю, нет, я не знаю, в том-то и дело, да. И, поэтому, отношение тоже было такое, зачем это, что это такое, да. Ну, мне трудно судить, ну, писали-вписали, но просто довольно как-то странно, что там все в одну кучу, скажем, ну, почему надо было вписать специально, что мы, как бы, боролись, не принимали оккупационную власть в течение, там, 50 лет. Окей, мои родители, моя семья никогда не приняла, не вступила в партию и так далее, потому что у нас, скажем, моя история вот такая, что у нас это было принципиально. Но, извините, очень многие не только не боролись против оккупации, но, как бы, с большим успехом пожинали плоды сотрудничества. Например, были главными обкомов. Ну, да, и почему тогда, если ты пишешь в преамбулу, ну, я скажу прямо, ложь, ну, тогда это некрасиво, потому что это как-то странно получается. Были товарищи, которые, диссиденты и так далее, которые не принимали, которые, ну, оказывается, что, как бы, компартии состояли только приезжие. Ну, а люстрация вообще – это хорошая история, потому что Киев говорил о том, что нужно провести люстрацию бывших, там, и так далее, чиновников. Вот если говорить о Советском мире, понятно, что момент уже в Пучин 30 лет прошло, но, тем не менее, ведь мы этого не проходили. Очень сложный вопрос, на самом деле, потому что, как бы, надо, в том смысле, что, скажем, даже, понимаете, вот, даже не вот все эти мешки КГБ и так далее, но я вот просто, вот, вот, когда смотрел, я потом уже нервы не мог смотреть, как там товарищи, ну, в Минске там дубинками бьют. Но я просто вспомнил, там, 87-й, 86-й год. И эти милиционеры, черт его знает, кто там был русский, кто латыш, которые тоже, там, ну, не очень-то мягко относились людям, которые были у памятника свободы, они же еще не умерли. Вот было бы интересно как-то с ним поговорить, что они думали, почему они били. То есть, с одной стороны, и все эти следователи и так далее, с одной стороны, да, нужна иллюстрация, но с другой стороны, мне просто чуть-чуть, это, ну, как бы, есть такое скептическое отношение, потому что у нас очень слабое понимание, что значит жить в тоталитарном обществе, в том смысле, что, вот, я как бы сам сказал, что мы не приняли, моя, ну, родня, да, Дзимте, да, но я понимаю тех людей, которые приняли в том смысле, что, ну, вот, тут очень легко судить, осудить и сказать, ну, вы там все падлы, да. Ну, я не знаю, я бы, ну, тут должна эмоциональная деликатность, эмоциональная интеллигенция говорить об этом. У нас есть, скажем, некоторые хорошие исследователи, историки, которые очень хорошо с этим работают, в том смысле, что они, там, ну, как бы, ну, не черно-белая, но, как бы, стараются разобраться, почему люди поступали так и не по-другому. Но я боюсь просто, что у нас все-таки слишком большая тягота к черно-белому вообще, такому отношению к жизни и истории, да, и поэтому вот такая, если начнется какие-то дискуссии насчет люстрации и так далее, это будет, ну, просто, вот, ты там был в партии. Всех под нож, да? Ну, да, ну, под нож, это уже как-то стрёмно. Метафорически. Ну, да, да. Ну, если посмотреть на этот период, потому что вот есть такая точка зрения, что как раз конец 80-х, начало 90-х, это самое свободное, самое демократическое время, в том числе и в Латвии, потому что уже следующие поколения, особенно, которые сформировались там после перестройки и после вот этого глотка свобода, они как раз уже более авторитарны и более тоталитарны, потому что вот это самый свободный период был в истории. Вот согласны с этой точкой зрения? Это очень интересно. Я, честно говоря, первый раз слышу, не, ну, какой-то смысл есть. Ну, эта свобода, она как бы… Потому что эта свобода была даром. Нет, я просто, насколько себя, сам себя помню, это было чуть-чуть больше исходя из такого, ну, неимения опыта, что значит… Понимаете, 80-е годы, ну, были ещё репрессии, но не такие стрёмные, как… Ну, ещё был Чернобыль. Ну, да, да, но я к тому, что, скажем, я просто помню свои какие-то первые участия в неформальном движении, там, зелёных и так далее. Я помню, как я был ещё в школе учился, для нас это была такая забава, мы бегали к автомату телефонному, мы сказали, мама, сегодня меня не будет, нас менты забирает, потому что мы не понимали, что это вообще, с этим шутить нельзя. Ну, в этом была некая романтика. Да, ну, я к тому, что просто… Поэтому, да, мы были свободными, да, в этом смысле, да. Но потом, я не знаю, это, понимаете, вообще-то такая интересная история, как конец 80-х, все же тусовались вместе, и Линдерман, журналом третьей модернизации. Да, Атмада там тоже. Да, 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 ну, скажем, Линдерман для меня в первую очередь ассоциируется с машинописным журналом третьей модернизации. То есть, линдерман талантливый публицист. Ну, да. Потом Миша Бомбин еще тусовался. Радио Свобода. Да, да, и так далее. Это как-то совсем, ну, какие-то мифические украинцы приезжали, и какие-то… И это совсем другая история была. В этом смысле, да, это было очень такое хорошее время. Вот я с писателем Людмилой Улицкой как-то говорил, и она сказала такую интересную вещь про шестидесятников, ну, там, Евтушенко, Акуджава, Рождественский. Она сказала, понимаете, вот феномен этого времени заключался в том, что это первое поколение, которое поняло, насколько оно несвободно. И когда они поняли, насколько они несвободны, как раз и появилась оттепель, которая, как известно, возникла с рассказа Оренбурга. Вот это ощущение, что ты вдруг из несвободы попадаешь в какую-то новую реальность, оно создавало, наверное, какую-то атмосферу. Хотя я родился в 79-м. Я помню даже в свои 7 лет, насколько нам вдалбливали. Хотя это уже перестроечная история. Я шел со школы и думал, какой Ленин хороший. А потом вдруг до меня стало доходить, что Ленин не очень хороший. Но тем не менее вот это ощущение, что добрый дедушка, оно с детства нам вдалбливалось, конечно. Ну, нормально. Мне просто трудно судить. Я это время просто помню, исходя из того, что оно было тоже как бы в 86-й год, в 87-й год, оно было довольно иррационально. Потому что я учился в школе 50-е с английским языком. И я к тому, что у нас был большинапечатанный свой журнал. И мы были абсолютно аполитичные ребята, в смысле. Мы там поэзию и такие вещи. И у нас вызвали товарищи руководящие и так далее. А что это вы каких-то французских декадентов напечатали? И вы понимаете, я говорю, а это уже было опубликовано официально. Просто эта книга стала раритетом, и мы как бы просто перепечатали. И ты по глазам видишь, что тут вообще не вопрос. Это латыш, русский, но они все просто придурки. То есть они вешают на нас как чуть ли не статью за то, что мы перепечатали французских символистов, которых напечатали официально где-то 20 лет перед этим. И ты представляешь, что ты сталкиваешься с полными дебилами. И они, а эти дебилы никуда не пропали. Как они, скажем, шпионили, который в рождественский вечер идет, скажем, в церковь. Потом я встречаю этих своих учителей, которые обвещались красно-белокрестными значками. И это создает какое-то вообще странное впечатление, мягко говоря. А потом, когда изменился строй, и начался капитализм и так далее, вы весь встречались с Березовским? Я помню, даже были на пресс-конференции. Я был на той, которую вы как раз вели. Березовский как некий символ эпохи, потому что Петр Авен написал книгу «Время Березовского», как раз посвященную 90-м годам. Читали, нет? Ну, кстати, шедевральная вещь, на мой взгляд, очень интересная. Вот Березовский все-таки, какие у вас остались воспоминания о нем? Вы понимаете, вот это самая чудная история, потому что... Я до сих пор помню, у меня был день именины. И просто никакого вообще... Меня позвали, я тогда работал в агентстве ЛЭТа, и говорил, ты можешь переводить более-менее складно с английского на русский, с русского на английский. Там же еще Буша был брат. Да-да-да. И просто ты пойдешь переводить. Ну, а я тогда был еще как, не знаю, батюшка пришел. У вас волосы длинные были, да? Да, волосы, борода и все такое. Я говорю, ну, это была полная, ну, случайность. И я вообще не понимал, что происходит, зачем это. Ну, вот отметился в аналог истории. Нет, я помню... Березовского я не помню. Я помню, что какие-то товарищи, которые его сопровождали, они как-то с некоторым удивлением смотрели на меня, потому что я был в босоножках и все такое, да. Ну, да, там длинные волосы были. Да-да, я помню, что это такое приперсы. Но к самому Березовскому я как-то спокойно этому относился. Ну, вообще, на самом деле, ведь Березовский – это триумф и трагедия. Это такое интересное сочетание всего. Человек, который забрался на вершину российской власти, на Олимп, и потом потерял фактически все и повесился в Лондоне. Или повесили, вот им до конца непонятно. Вот это тоже некий такой сгусток времени все-таки в нем, как вы считаете? Я думаю, что да. Тем более, что он же все-таки, ну, не только он, он же инженерного образования, по-моему. Он математик. Он математик, да. Это тоже какая-то отдельная история, потому что, ну, у нас принято, ну, не только в Латвии, вообще принято считать, что большинство – это бывшие функционеры компартии. И комсомолы. Да-да, и комсомолы, которые поднялись. Ну, пришло же из науки тоже куча товарищей. И даже из… Вот я работал лично в начале 90-х художником Марис Аргалс. Он художник, это не тот Аргалс, который был в Риге. Мерум, да. Да-да-да, и он был гениальным художником, который как-то по каким-то причинам решил зарабатывать, и заработал, он основал Таутисбанк и так далее. Это все вылилось в какой-то, ну, полную какую-то вообще какую-то иррациональную вещь. Он стал миллионером, и потом он, я так понимаю, очень непонятно как-то погиб. — То есть это за все нужно платить? — Я думаю, что да. — Такая философская. — Да, я думаю, что да. — У нас звонок есть под занавес эфира. Здравствуйте, как вас зовут? — Добрый день. — Добрый. — Меня зовут Петр. — Да, Петр. — Как ваш собеседник относится к произведениям Латта Лапса? Это правда? И почему латышская интеллигенция никак к этому не реагирует? — Спасибо, да. Латта Лапса и его произведения. — У меня сложное отношение, потому что он не одноклассник, он один класс выше меня был. И опять, вот для меня, вот как Линдерман ассоциируется с третьей модернизацией, Лапса для меня ассоциируется. Я работал с ней вместе где-то в середине 90-х. И он был человек, с которым можно было поговорить насчет поэзии Щемборской. Когда как-то поворот с ним такой прошел, я просто не понял, что такое. Но отвечая на вопрос, я не читал эту книгу насчет Левитта, ну не потому что как-то брезгу, но просто не было времени. Поэтому не могу ответить, эта традиция не читал, но мне не имею, это мне близко. Но, кстати, ну не знаю, какую реакцию хотел бы увидеть слушатель, но вообще, ну большую ажиотаж вызвало. Ну и у каждой. Трешка интеллигенции. Я просто, я помню, я месяц назад покупал книги внизу, у вас на Звайкзне подошла там дама и сказал, вы читали. Я говорю, значит, значение вы читали, я говорю, ну нет, ну вы знаете, тут что-то есть. И я понимаю, что тут, ну, я говорю, слушайте, ну вообще такое сложное время было, начало 70-х вообще, когда товарищи хотели вырваться из Союза, ну черт его знает на какие компромиссы кто шел. Ну, окей, Левитт не принадлежит семьям отказников, но все равно, я просто отказников, как бы это вещь. То есть, опять, ну может быть не надо судить как-то что-то слишком строго, но я так понимаю, что залегло в сердце у многих, что вот он уже был какой-то подозрительный. Ну, Левец, он все-таки, вот у нас очень мало времени остается, но как его в латышской среде воспринимают? В русской, опять же, субъективно, исследований нет, но тем не менее, к нему достаточно осторожное отношение. В латышской он свой все-таки? Вообще-то свой, потому что он как бы все-таки из-за миграции, до поры, до времени, но это как бы служило знаком качества, потому что он же как бы туда приехал. Ну, это все, ну, что-то его знает, это как его воспринимает кто. Ну, вообще-то довольно позитивное, по-моему, отношение. Потому что прежние были некоторые товарищи на этом посту, ну, как бы помягче. Ну, у нас, получается, Вайровики Фрейберга оттуда, и она стала одним из лучших президентов общества. Да, потом было наши местные, которые были, ну, ну, как так. То есть, местные пока проигрывают. Да. Тем, кто экспортным, импортным. Да, ну что, спасибо, Мария Зандерс. И вам, спасибо. Публицист, колумнист, журналист был сегодня с нами в программе «Разворот». Эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. До свидания. Продолжение следует.